Шатара Китагава Бара-райка. Как и все японцы, он именно так называет русский народный инструмент. В японском языке просто нет буквы «Л», именно той буквы, которая при помощи музыки передает всю непостижимость русской души. С матрешкой все гораздо легче. Создание это японское, а потому и в языке имеет четкое свое название и рэкэнэнге, и никаких матрешек. Балалайка же исконно русское изобретение, и постигать искусство игры на ней можно только в России. Так сказал его отец, так говорил его дед. И в 20 лет Шатара Китагава, заплатив большие деньги, отправился учиться из Токио в далекий Ростов-на-Дону. Здесь его все называют «Що». Первый день, когда одна, один остался, только хлеб по кушам. Потом сразу начинал институт. А потом уже времени нет. Вот так. Еще активнее вторым пальцем. Он у тебя, он у тебя, хиловат. Чтобы играть на балалайке, нужны крепкие руки, длинные пальцы, сильные кисти. Из-за кажущегося несовершенства, всего три струны, балалайка избирательна и требует совершенного не только мастерства, но и телосложения. В силу природной конституции, хрупкому на вид стажеру пока трудно добиться яркого, наполненного звучания. К тому же, в его игре еще слишком заметны, скажем так, черты восточной медитативности. Это вот тоже типично японские. Они все медленно играют, медленнее, чем мы привыкли. На японских народных инструментах симэсэн и кото можно играть только японские народные мелодии. Балалайка же – единственный в мире фольклорный инструмент, на котором можно исполнять практически любой репертуар. Начинающему балалайщнику это на руку. Гораздо проще учиться, играя популярную классику. Поэтому вот есть какие-то пески, которые привычные для звучания, для любого уха. Вот Бакериньи – это та классика, которую знают все, не зная наименование. Вот Бакериньи – Минуэт, Мазурку Андреева. Но потом, когда я ему еще предложил расширить этот репертуар западноевропейской классики, то он все-таки, набравшись смелости, сказал, что я бы не хотел это играть, потому что я с отцом договорился о том, что мы хотим играть прежде всего русскую музыку, обработки русских народных песен, ну и оригинальную музыку, написанную специально для балалайки. Балалайки. Его папа сказал, ну вот, конечно, заниматься или учить – это очень важно. Ну, просто русское… в России жить – это очень больше важно. Важнее жить в России, чем просто заниматься музыкой. Большинство компьютерных клавиатур в России не приспособлены под иероглифы, так что это письмо домой, а жизни в далекой стране еще пишет от руки и отправляет отцу по факсу. Жизнь в России – давняя традиция семьи Китагава. Дед Шатара – Го, известный в Японии дирижер-харместер, когда-то воевал на Дальнем Востоке в составе Квантунской армии, попал в плен. Семь лет, проведенные в Сибири, изменили жизнь воина. Русские люди спасли Го от холода и голода, а русская музыка навсегда поселилась в его сердце. После возвращения на родину Го создал в Токио хор русской народной песни «Сиракаба» – «Березка». Его сын Цутому продолжил дело отца и возглавил оркестр русских народных инструментов. Японцы очень лиричные, все-таки люди, сентиментальные. Вот, видимо, на уровне просто интуитивного восприятия наша музыка им близка. Единственного наследника династии Китагава музыка поначалу не очень волновала. Но одним солнечным утром, когда Шатару было уже 19 лет, он неожиданно проснулся с идеей научиться играть на балалайке. Так японец стал стажером одной из лучших в России консерваторий, о которой могут только мечтать многие, отдав до этого музыке по 10-15 лет. Данилов строгий? Да. Данилов – это очень страшный, тяжелый. Да. Очень. Только что, постарайся играть все-таки ритмично с амплитудой. Не так быстро. Подожди. Ну ты уже начинаешь... Ты начинаешь... Подожди. Лам-пам-пам-пам-там-там-там-там-там. Ты не готовь. Та-та-та. Каков-то... Оф-такт у дирижера. У тебя нет же оф-такта здесь. Владимира Данилова Шатара знает с детства. По рассказам отца. Ректор Ростовской государственной консерватории, заслуженный артист России, профессор Данилов, для семьи Китагава просто сенсей. С японского – учитель. Впервые отец подстречался с ним в 80-м, когда группа русских музыкантов гастролировала по Японии. После одного из концертов Цутому подошел к Данилову и попросил его дать несколько уроков игры на балалайке. И потом Го и Цутому следовали за русскими артистами из города в город, пользуясь каждой минутой общения с маэстро. Я думал, что он не обижается на меня. Ты не знаешь такого слова, да? Обижается не знаешь? Ну вообще, японцы ведь народ сдержанный, но одновременно очень тонкий и чувствительный. Это ощущаешь. А бывает тебе здесь грустно? Самищиеとか悲しいことある? В России. Иногда подумают. Какие случаи? О чем ты думаешь? Рею? А, из Японии, вот, друзья позвонят ему. И после этого разговаривали, разговаривали, уже все. То уже один, поэтому грустно. Ну, прошу. Консерватория, общежитие. Его ежедневный маршрут, практический ритуал. Он не склонен, да не успевает знакомиться с городом, засиживаться в кафе, просто гулять. Кроме уроков на балалайке, он занимается сольфеджио, инструментовкой, домро и дирижированием. И помного, по три, а чаще по шесть часов в день самостоятельных репетиций. Но сегодня вечер особый. В Ростовском музыкальном театре дают «Лебединое озеро», популярного в Японии композитора Чайковского. Этот вечер особый еще и потому, что впервые за долгое время Шатаров встретился с соотечественницей. Среди танцовщиц театра – артистка балета Сейра Асата. Какие чувства он испытал в театре, когда был в театре? В балете. Вот что ему понравилось? Скиссантовый. Скиссантовый. Он приехал в балете посмотреть. Он смотрел на черчок. Какие там маленькие лебеди. Шатара действительно весь вечер не сводил глаз с дирижера. Ведь здесь, в России, он впервые ощутил возможность говорить руками. Да и в принципе говорить, чтобы его понимали. В стране, где он почти ни слова не знает по-русски, и мало кто говорит по-японски. Разговаривали первые уроки через словарь. Потом я ему написал необходимые минимумы русских слов, так чтобы мы понимали друг друга время урока. Сейчас мы общаемся совершенно нормально. С полусловом. На профессиональном дирижерском. Офф-такт. Остановил. Поднял руку. Опустил. Когда играет Барарайка, только из-за музыки что-нибудь надо передать. Без ров. Без ров. Без ров. В Ростове у Шатара есть друг Николай Катаев. Балалайчник. Тоже ученик Данилова. Еще говорит, что Коля классный музыкант. Ему 10 лет, а он уже лауреат международного конкурса. В семье Катаевых, как у Китагава, все музыканты, все народники. Родители баянисты, дети струнники. А давайте еще вот с самой темы сразу. Без вот этого вступления. Сразу с тем. Понял? Да, из рыбы, точнее, Коль. Я не забываю, что за мной надо делать. Давай. Я говорю, фантастический человек, вот в плане очень добрый, очень мягкий. Он нормальный, классный парень. Вот, с которым интересно поговорить. Шатара и Колю сблизила русская кухня. Однажды Людмила, глядя на одинокого и, как ей показалось, голодного японца, напекла блинов и отправила сына с тарелкой этажом выше. Потом пошли совместные домашние концерты. А когда Що написал о своем друге отцу, тот прислал русскому мальчику подарок, самоучитель игры на балалайке собственного сочинения. Как-то сначала была просто удивлена, то, что приехал настоящий японец. Учиться играть на балалайке, не на каком-то другом инструменте, а именно на балалайке, это фантастика. Потом еще как-то принес видеокассету с записью концерта, где играет его отец, играет оркестр, играет ученики отца. Когда я увидела, что бабушке 82 года она играет на балалайке, просто так ей это интересно. У нас почему-то бабушкам это неинтересно. Дома в Японии у семьи Китагава есть сад. Когда Що пошел в школу, отец посадил там Сакуру. Она растет вместе с Шатара, и он за ним ухаживает. На что мне саха? Была бы балалайка. Глубинного смысла этой руссконародной пословицы Шатара еще не понял. Но он не любит, когда люди начинают вдруг хвалить его игру, узнавая о том, откуда он родом. Шатара считает, что не важно, кто, японец или русский, играет на балалайке. Важно, какие чувства испытывает музыкант в тот момент, когда притрагивается к струнам. Так все-таки ты японский или русский балалайчик? Ни польский, ни русский. Просто балалайчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok